Андрей, вот после того, что случилось в Подмосковье, теракт Кроку-Сити-Холли, как вы считаете, что говорят вам ваши источники в ФСБ в том числе? Это был прокол российских силовиков, это была операция ИГИЛ, или это была инсценировка и специально продуманная акция российских спецслужб? Ну, пока согласно тем данным, которыми мы располагаем, мы, конечно, понимаем, что в России сейчас существует жесткая информационная цензура, в том числе и по освещению деятельности российских спецслужб, особенно в области предотвращения террористических атак. Здесь цензура максимально жесткая, и это многолетняя практика, которая началась задолго до войны. Тем не менее, то, что можно видеть, что, скорее всего, это был, конечно же, прокол. Другое дело, что таким образом он не воспринимается российскими спецслужбами по частично историческим причинам, потому что там считается, что, несмотря на то, что существует официально утвержденный упор на превентивный характер деятельности контртеррористических подразделений, но считается допустимым сосредоточиться на расследовании уже, скажем так, случившихся атак. И именно поэтому самое профессиональное подразделение ФСБ – это на самом деле те люди, которые расследуют то, что уже произошло. Они пытаются предотвратить то, что еще не случилось. Хорошо. Как вы для себя поясняете то, что Путин стал моментально переквалифицировать это все действие и говорить, что во всем виновата Украина? Намекать на то, что это неонацисты, что это украинский след, что вот эти вот таджики выезжали, там было какое-то окно в Украину. И, кстати, давайте отметим, что для того, чтобы создавалось какое-то окно на границе, нужно, чтобы с другой стороны, которую контролирует ФСБ, это окно открыли. Так почему Путин все-таки переключился на Украину сейчас? Вы знаете, там довольно сложный нарратив. Насколько я понимаю, были первоначальные сообщения со стороны ФСБ, что и про ФСБшных телеграм-каналов, о том, что существовал некий схрон, в котором хранилось оружие, которое было приготовлено для этих четырех человек, чтобы они взяли это оружие, насколько я понимаю, такая идея, и потом с ним прорывались в сторону Украины. Никаких доказательств пока существования этого схрона мы не видим. То есть я не понимаю, где находился этот схрон, в каком месте географически, какого рода оружие там хранилось. В общем, все эти, скажем так, подробности, они пока ничем не подтверждены. Несмотря на то, что мы видим, что российский интернет завален огромным количеством видео с допросами подозреваемых, с пытками подозреваемых, то есть там информации нельзя сказать, чтобы не было. То, что касается, почему Владимир Путин сразу же пытается это повесить на Украину, но мне кажется, что он вспомнил то, с чего он начинал, то, что борьба с терроризмом, в принципе, это та карта, которая позволяет мгновенно повышать свою популярность среди запуганного населения, а, к сожалению, теракты – это то, что пугает людей намного больше, чем что бы то ни было. Это удивительная, кстати, вещь, что именно террористические акции имеют такой эффект, но это так. И, собственно, когда люди запуганы, они готовы согласиться на любые меры, в том числе на предоставление любых полномочий своему лидеру, лишь бы он защитил их от этого страха. Вы намекаете на мобилизацию, на военном положении, на смертной кассе? Те вещи, которые вы перечислили, дадут лишь, скажем так, тактический эффект. Я говорю скорее о переходе к более масштабным репрессиям. То, что мы, в принципе, все ждали после выборов, и, видимо, это будет происходить. Поэтому в этом смысле очень удобно вспомнить о террористической угрозе как основной угрозе государству. И мы видим, что на самом деле в террористы сейчас записаны в России абсолютно все, от ЛГБТ-комьюнити до последователей и людей, которые вообще когда-либо симпатизировали Навальному. И понятно, что Украина, с которой ведется война, должна быть в этом ряду. Как же без этого? А как вам такая версия? Потому что мне буквально сегодня ее озвучили, и она мне представляется очень интересной. Что когда американцы озвучили ФСБшникам то, что будет планироваться эта террористическая атака на территории России, быть может, даже и не одна, Путин услышал это, воспользовался и подумал, давайте-ка я использую эту атаку для того, чтобы потом все перекрутить, обвинить Украину и решить свои политические вопросы. Что вы об этом скажете? Такое могло быть? Честно говоря, у меня есть некоторые сомнения в том, что, скажем так, современный российский государственный аппарат способен на такие многоходовые схемы. Владимир Путин, конечно, хороший тактик, как мы видим, но со стратегией у него не всегда все хорошо получается, а здесь бы это потребовало разработка действительно очень серьезной многоходовой комбинации. Владимир Путин исторически хорошо умеет пользоваться ситуацией, даже когда она против него, когда это трагедия, когда это проигранные войны, когда это унизительные поражения, которые видела русская армия в 2022 году. Тем не менее, он хорошо умеет пользоваться такими вещами, перепридумывая нарратив. Но он его не создает обычно, по крайней мере, скажу я осторожно, потому что все бывает в первый раз, но обычно он не создает его с пустого места, он пользуется тем, что уже произошло. В данном случае надо понимать, что, учитывая атмосферу, ну, скажем так, которая сложилась в российских спецслужбах, и прежде всего ФСБ, надо просто представить себе, насколько сейчас вопрос лояльности выше вопроса профессионализма. И да, конечно, существуют каналы связи между американскими спецслужбами и российскими спецслужбами по линии борьбы с терроризмом, но вы просто представьте себе того офицера ФСБ, который должен прийти к своему начальству и доложить ему, что, вы знаете, я вот тут говорил или мне прислали информацию, и мы должны этой информации верить, потому что это американцы. Ну, понятно, что такой человек 10 раз подумает, как эту информацию изложить, чтобы максимально, ну, проложиться, чтобы максимально обезопасить прежде всего себя. А в ситуации террористической угрозы время очень важно, да, то есть нет времени придумывать ту форму, в которой генералу это понравится, а потом генерал не испугается, перепридумывает форму и доложит это первому лицу. Иногда там счет идет на дни, на часы. А как вы считаете, тогда давайте немножко другую версию, потому что я очень хорошо помню, как перед началом планомасштабного вторжения 16 февраля 2022 года, получается, за 9-10 дней до, американские спецслужбы, которые начали проводить эту новую, как они заявили, операцию еще в сентябре где-то месяце, в августе-сентябре 2021 года, стали рассказывать, что планомасштабное вторжение неминуемо. Тоже предупреждали через посольство, предупреждали через средства массовой информации, таким образом, ну, блицкрик Путина сорвался, по большому-то счету. Быть может и сейчас, когда они предупреждали, что были террористические атаки, они в том числе срывали какую-то российскую спецоперацию, такое возможно? Ну, не знаю, мы здесь с вами уходим в область конспирологии. Честно говоря, конечно, само существование всех этих теорий, которые мгновенно возникли, в том числе и среди россиян, для меня свидетельство того, что существуют системные проблемы в российском государстве, которые связаны с тем, и которые начались задолго до войны, которые связаны с базовой проблемой, с одной стороны, веры в то, что российское государство способно абсолютно на все, для того, чтобы защитить себя или то, как это государство понимает, включая теракты и убийства людей, а с другой стороны, это сочетается с огромным недоверием к тому, что говорят официальные лица. То есть, с одной стороны, люди на улице могут говорить, да-да-да, конечно, ФСБ – это та структура, которую она защищает, и, конечно же, это ужасные украинцы, которые все время все вот это делают, а внутри себя они думают, ты черт их знает, они такие жестокие, а я настолько беспомощный, да они на все способны. И это, собственно, является благодатной почвой для появления любых конспирологических теорий, и я думаю, что их будет просто становиться все больше и больше. Если мы увидим дальше тенденцию, что Путин раскручивает этот антиукраинский маховик, пытаясь обвинить Украину в этом теракте, предполагаете ли вы, что ему понадобится, учитывая нынешнюю тенденцию, еще несколько терактов для того, чтобы до конца эту уже версию закрепить в информационном пространстве, в том числе в головах российских граждан? Да, понимаете, ему не нужна эта серия терактов для того, чтобы закрепить ужасный образ агрессивной Украины. Это не требует лишних доказательств. С 2014 года, как минимум, а может быть, меня поправят ваши зрители, и раньше, в российском информационном пространстве каждый день в голове россиян вбивался этот нарратив, что ужасные там украфашисты только и сидят и думают, как бы им устроить что-нибудь плохое по отношению или к русскоязычному населению Украины, или к расисту, или в отношении самой России. Уже столько кирпичей выложено в этой конструкции, уже такие здания возведены, там, многоэтажные, что там несколько лишних кирпичей, они, ну, по большому счету не изменят общие картины. Картина уже создана, да, у людей в головах это уже сидит, и я не знаю, сколько лет понадобится, чтобы эту картину хоть как-то изменять. Хорошо, а что вас больше всего удивило, как человека, который, ну, я помню еще ваши материалы по поводу Норд-Оста и так далее, что вас больше всего удивило, если мы говорим об этом теракте? Какие несовпадения, какие несостыковки, какие странности? Ну, конечно, поражает то, что, ну, российские спецслужбы вообще не очень склонны к тому, чтобы учиться на собственных ошибках. Это вообще не их история, и связано это с тем, что Владимир Путин с самого начала, с 99-го года, я бы сказал, с момента, когда он стал премьер-министром, дал понять своим силовикам, что он больше не допустит вмешательства там, людей со стороны, а под этим принималось пресса, общество, парламент, который тогда еще как-то существовал, хоть в каком-то виде. А в дела спецслужбы никаких реформ больше не будет, никаких разборов, ошибок больше не будет. Мы должны делать спецслужбы сильнее, таков был месседж, а для этого, значит, мы полностью закроем систему для внешнего мира, будем только давать больше ресурсов, и все. И это, собственно, такая линия поведения, которая была и после Норд-Оста, и после Беслана, и после терактов в метро, и терактов в Домодедово, в аэропортово, в Москве, это вообще не меняется. Меня поражает то, что и сейчас мы видим все те же проблемы. Отсутствие координации на месте, то, что больше людей погибло от огня, а не от выстрелов террористов, намного больше, что почему-то генеральная прокуратура посылает на место прокурора Московской области с функциями координации деятельности спецслужб во время еще операции. Как это вообще может быть? При чем здесь прокурор, когда даже в российском законе 2006 года о противодействии терроризму четко описано, кто должен брать на себя ответственность в случае террористической атаки. То есть эти все вещи, конечно, сам ответ российского государственного аппарата на эту трагедию, он поразительно повторяет то, что мы видели до того. Вот годы идут, десятилетия, все то же самое. Конечно, есть вопросы, которые у меня есть, очень серьезные к официальной версии, потому что многие вещи я не понимаю в деятельности террористов. Мы просто не понимаем. Ну, например, мы видим, что план, собственно, был очень, скажем так, системно продуман. То есть он был сложным. Нужно было приехать на место, нужно было войти в здание, нужно было убить много людей. После этого нужно было найти зрительный зал, а это большое помещение, нужно было дойти до этого зрительного зала, поджечь этот зрительный зал, что, опять-таки, не такая простая задача. Нельзя два стула подпалить, и после этого загорится все здание. И уйти. При этом не потеряв ни одного человека. Все это мы удалось осуществить, и, в принципе, никаких трудностей у них не возникло. То есть на этапе планирования и осуществления самой операции все было сделано очень-очень-очень продуманно. При этом абсолютно идиотский план ухода. То есть люди садятся в ту же самую машину все вместе и едут очень долго, где их благополучно ловят. Как вот первая часть совпадает со второй, и как она может сочетаться, я просто не понимаю. А вам не кажется, что вот эти вот таджики, которых сейчас отправили уже в СИЗО и, скорее всего, им впаяют или пожизненные, или очень долгие сроки, что это просто отдельная часть спектакля, что вот была эта группа, которая ходила, которая фотографировала несколько дней, мы уже видим, выставляют эти данные, что фотографировал один человек, был на 9-го числа, еще какого-то, и что была еще одна группа. Потому что тот же Бортников, директор ФСБ, в день совершения теракта озвучил Путину цифру. 11 человек, 11-12 человек, которых задержали. Хорошо. Четверых отправили в СИЗО, двоих, говорят, ликвидировали. Где все остальные? Ну, смотрите, во-первых, у нас есть сейчас видео, которое идет с той стороны, со стороны ИГИЛ. И на них видно, по крайней мере, нескольких людей, которые были задержаны. То есть, видимо, все-таки, по крайней мере, эта группа, скажем так осторожно, согласна, получается, источникам с двух сторон, что эта группа присутствовала, она действительно убивала людей, и мы видим оружие в их руках, и можно идентифицировать их как тех людей, которые там находились. Понятно, что это не исключает того, что там могла быть какая-то еще группа или какие-то еще люди. То, что касается 11 человек или там сколько, 7 человек, получается, помощников, действительно, вы правы, не очень понятно, что с ним происходит, не названы их имена, и нужно посмотреть, на самом деле, как все это будет, скажем так, развиваться. По моему опыту, человека, который там 25 лет освещает подобные вещи, обычно происходит, что идет страшный, ну, такой, ну, скажем, по всем российским, особенно московским службам, от МВД до участковых, до ФСБ, до ФСО, до всех-всех-всех служб, идет приказ, что срочно занимайтесь жилым сектором. То есть нужно заниматься тем, что люди будут сейчас ходить и ходят, и активно, скажем так, допрашивают, опрашивают и запугивают среду иммигрантов из Центральной Азии, в Москве. Понятно, что при этом хватает большое количество людей, которые не имеют никакого отношения к теракту. Зачастую даже, когда выдаются фотороботы людей в розыск, это могут быть абсолютно никому, ну, то есть люди, которые не имеют никакого отношения к теракту. Я хорошо помню, как, например, в «Известиях», когда был теракт в 2000 году на Пушкинской площади, в розыск объявили водителя газеты «Известия». Просто случайно. Его взяли, объявили в розыск, и все российские СМИ вышли с его, собственно, фотопортретом, и нам приходилось, а он уехал на охоту с ружьем в багажнике машины. И мы боялись всей редакции, что его просто, ну, хлопнут по пути, потому что никто не будет разбираться, особенно, когда произошла атака, да, и люди находятся на взводе, а как мы видим, российские силовики всегда плохо себя контролировали, а сейчас вообще перестали себя контролировать, судя по тем пыткам, которым они подвергли задержанных. Поэтому такие вещи происходят, и мы посмотрим, сколько из этих семи человек вообще останется, в конце концов. будут задержаны и будут вообще как-то привлечены к ответственности и вообще будут иметь отношение ко всей этой истории. Может быть, ни один человек не останется. Это тоже возможно. Посмотрим. Что меня удивило, то, что, ну, кто не знает, да, круг у Сити Холл, вокруг него напичкано, там и объекты полиции есть, и Росгвардия, да, и, в принципе, Росгвардия должна, согласно контракту, охранять была этот объект, помимо их ЧОПа местного. Они не приехали, не пришли на помощь. Но, меня другое удивило, вот вы когда описывали теракт в Норд-Осте на Дубровке, когда вы, вы знаете прекрасно об этом теракте в Беслане, в школе, вот там людей мариновали. Мариновали и ждали, пока огромное количество жертв появится. Да. Здесь, как мне представляется, может быть, я ошибаюсь, интересно ваше мнение. Их тоже мариновали специально, чтобы увеличить количество жертв? Это что, это была преступная халатность или это была специальная акция? Ну, смотрите, во-первых, в тех случаях, которые вы перечислили, и в Беслане, и в Норд-Осте, у террористов была еще надежда на то, что можно будет заставить российские власти вести какие-то переговоры. И в том и другом случае, да, жестокость повышалась, мы видим, что градус жестокости повышался со стороны террористов, то есть в Беслане сразу пошли расстрелы, в Норд-Осте, на самом деле, было очень мало жертв со стороны террористов, потому что они искренне, видимо, надеялись, что из-за того, что это происходит в Москве, простите, то можно будет как-то заставить Кремль и Владимира Путина конкретно пойти на переговоры. Поэтому, например, одним из требований было, чтобы родственники тех, кто оказался в заложниках, чтобы они вышли на Красную площадь, чтобы они требовали остановить войну в Чечне и так далее. Для Владимира Путина это просто, ну, он одержим, вот просто в буквальном смысле одержим той концепции, что он себя в таких случаях будет вести не так, как вел себя Ельцин. Как мы знаем, Ельцин тоже был человек, мягко говоря, не очень мирный, да, при нем началось несколько войн, но тем не менее, все-таки он не был таким уж кровожадным. Он все-таки, ну, когда оказывался в ситуации, как, например, захват больницы в Буденновске в 95-м году, все-таки он разрешил своему премьер-министру Черномырзину вступить в переговоры, и таким образом было спасено большое количество людей. Владимиру Путину это всегда казалось признаком слабости и началом неминуемого конца российского государства. Вот прям вот так. Вот для него это прям... Но это, послушайте, но это не отменяет тот факт, что они приехали на час позже, все эти силовики. Да, абсолютно верно. И это та проблема, повторюсь, которая вот меня поражает то, что 20 с лишним лет проходит, и ничего не меняется. То есть опять террористы уезжают спокойно на машине и быстро доезжают до Брянской области, а российские полицейские стоят в пробках. Какие пробки? Достаточно... Даже у СССР есть вертолеты. Андрей, смотрите, но есть же тоже интересный момент, потому что после Норд-Оста у селевиков, у чекистов всегда есть какое-то целеполагание, у них есть смысл всегда. Вот Норд-Ост это условно закрытие НТВ окончательное. Школа в Беслане это ведение, это отмена губернаторских выборов. Здесь, и получается, и там, и там они накапливали эти жертвы, чтобы их было много. Я не понимаю, подождите, что значит накапливали жертвы? Я имею в виду, что, например, людей, которых усыпляли газы в Норд-Осте, вовремя не отправляли в больницы. Я имею в виду, что сжигали людей заживо в Беслане. Здесь, получается, просто идет пожар. Люди, большинство своим сейчас уже, большинство своим люди говорят, и мы, медики, подтверждают, что умерли от чадного газа. Да. И такое ощущение складывается, что действительно все веки не ехали, потому что необходимо было, просто чтобы было огромное количество жертв. Показать цифру. Или я неправильно понимаю российскую логику? Вы, понимаете, есть такая проблема логическая, когда мы пытаемся найти объяснение в сложной картине мира, выстраивая логику, уже зная исход, да, и зная все этапы. Надо просто понимать, что, ну, к сожалению или к счастью, может быть, к счастью, я думаю, российские силовики не такие компетентные и умные люди, как вы их себе видите. Я довольно активно и много общался с людьми, которые там шли на штурм, например, Норд-Оста, да, из спецподразделения Альфа, которые на самом деле считали, что они там погибнут, и там просчет был, там не было никакого расчета, чтобы людей специально там погубить, а там была просто идиотская абсолютно концепция, что они неправильно поняли ситуацию с взрывными устройствами, считали, что они обязательно взорвутся, и посчитали следующим образом, что у вас там тысяча человек, мы туда заходим, обязательно будет взрыв, из тысячи человек погибнет человек 700, а спасутся, может быть, 300, а может быть, 100. Вот на них мы рассчитаем антидот. И когда вдруг выяснилось, что террористы не собирались взрываться, а все эти люди, все эти тысячи человек оказались отравленными, они просто не поняли, что им с ними делать. То есть это вот до такой степени люди не рассчитали и не просчитали, что нужно делать. То же самое было в Беслане. Частично это было просто абсолютно некомпетентность и страх перед Путиным, потому что, напомню вам, что в ситуации с Бесланом несколько очень высокопоставленных офицеров СБ прилетели в Беслан и улетели через 20 минут, потому что просто испугались брать на себя ответственность. То, что происходит сейчас, это вот сочетание этой трусости, некомпетентности, нежелания учить какие-либо уроки, и все это замещается просто безумной жестокостью. Вот это та комбинация, которая работает и которая на самом деле, ну не то чтобы подходит Владимиру Путину, ему тоже не очень нравится такой непрофессионализм, но он ее понимает, потому что он сам из этой системы. И вот эта жестокость и некомпетентность, хорошо, нормально, мы за это не наказываем. Есть только один случай, когда Путин готов наказывать своих силовиков и делает это очень быстро. Это в ситуации потери контроля над определенной территорией или регионом, или страной. То есть когда под угрозу ставится политическая стабильность, потому что Путин одержим политической стабильностью. В этом случае силовиков наказывают. Во всех остальных случаях нет. Количество жертв не имеет значения, жестокость теракта не имеет значения, провалы, даже такие провалы, которые происходят в Украине, не имеют значения. Пока речь не идет о потере политической стабильности. Поэтому вы представьте себе, 20 с лишним лет люди растут карьерно вот в такой системе координат. Вырастает то, что вырастает.